Детство. В семье без семьи. Татьяне Тесс, благодарные читатели, чего только не присылали. Помимо подарков, часто нелепых, и писем мешками, были перлы собственного сочинения. Гришно смеяться, но один запомнился. Я родился в Москве, родила меня мать. Невольно родилось продолжение. Тётке некогда было в ту пору рожать. Так вот, меня тоже родила мать. О занятости своих тёток ничего сказать не могу, не знаю. Но родила не в Москве, а в Таганроге. Замечательный город. К тому же быть землячкой Чехова почётно. Моей заслуги в том нет, и вины тоже. Родители постарались. В попытке написать биографию, я дальше фразы «Мой отец был небогатым нефтепромышленником» далеко не ушла. Это правда. У Гирши Хаймовича Фельдмана имелись некие активы в недвижимости и нефтедобыче. Фабрика сухих красок, небольшой пароход Святой Николай, большой дом и даже собственный дворник, что восхищало меня куда больше парохода. Пароход что, вот дворник, это да. Кстати, Святой Николай даже имел некоторое отношение к большой, даже великой литературе. На нём путешествовал по Чёрному морю Лев Николаевич Толстой. На меня это не производило ни малейшего впечатления. Куда колоритней какого-то Толстого казался дворник с его медалью за мужество. Мечтала иметь такую же, совершив какой-нибудь героический поступок. Поступки не подворачивались, никто на моих глазах не тонул, не выпрыгивал из горящих домов, лошади не несли, прокидывая повозки. В Таганроге не случалось ничего, за что пятилетняя девочка могла бы обрести заслуженную награду. А как хотелось. Дворник был неистащимым кладезем запретных выражений и предметом для подражания, что не могло нравиться моим родителям. Моя жизнь в искусстве началась года в четыре. Раньше просто не помню. Дворник так колоритно ругался, а еще мне очень нравилось, как кричал продавец мороженого и нищенка, просившая милостыню. Я пыталась подражать. Цикала сквозь зубы, материлась, зазывала. Сахар на мороженое! И просил копеечку, Христа ради. Сначала родители смеялись, потому что шамкающая старуха в изображении четырехлетнего ребенка явно была уморительной. Потом смех поутих. И все же, первые годы мне не мешали. Но только первые. Среди игрушек, что часто бывало в те времена, оказался набор для спектакля «Петрушка». Небольшая ширма, простые куклы стали моей отрадой и моим домашним триумфом. Разыгрывать спектакль, а потом выходить из-за ширмы и степенно кланяться. Очень трудно не стать такой, какой тебя хотят видеть. А если это видение еще и не совпадает с твоим внутренним миром, борьба становится смертельной. Семья обеспеченная и, как полагалось в старости синагоги, весьма строгая. Отец казался деспотом, за любую провинность следовало наказание, иногда даже порка. Заленность или нежелание подчиняться правилам особенно. Может, отсюда у меня это самое нежелание подчиняться правилам? Отца боялась, а потому не любила. Мать очень впечатлительную, даже несколько экзальтированную, обожала, к сожалению, безответно. Нас в семье четверо детей. Белла, Яков, я и Лазарь. Мне было лет пять, когда Лазарь умер. Это страшное горе, я помню. Хотя тогда едва ли сознавала, что произошло в действительности. Белла хорошенькая и общительная, была умницей и папиной надеждой. Яков наследником и тоже надеждой. Я не была никем. Некрасивая, заикающаяся, вечно погруженная в фантазии. Или кого-то передразнивающая. Но главное, неспособная к обучению. О, этот штамп на мне поставили в первый же год в гимназии. Я фантазировала. Фантазии принимали за вранье. Не была способна подолгу слушать нудные речи учительницы. Считалось, что это лень. Дети смеялись над заиканием. В ответ я замыкалась. Говорили, что бездарь. Неспособная что-то запомнить. Только я умела кривляться. Все остальное недоступно. Некрасивая дурочка-кривляка. Кто же будет любить дочь? Меня не любили. У меня была семья. Но ее не было. В жизни великих бывало, когда материнскую и отцовскую ласку и внимание заменяло внимание нянек или гувернанток. Иногда это даже приводило к изумительным результатам. Не Надежда Осиповна, а Арина Родионовна рассказывала Пушкину сказки. У меня не было Арины Родионовны. Бонн своих просто ненавидела, причем взаимно. Мечтала, чтобы катаясь на коньках, Бонна немка упала и расшиблась насмерть. Но она каждый раз возвращалась даже без синяков. Когда озвучивала Фрэкенбок через много десятилетий, вспоминала не столько саму немку, сколько свою ненависть к ней. Когда ребенку некому прислониться, даже в семье нет плеча, в которое можно уткнуться, он вырастает либо преступником, либо исключительно замкнутой и одинокой личностью. Замкнутой я быть не могла. Актерство не предусматривает ни стеснительности, ни робости. А оно родилось вместе со мной. Оставалось одиночество. Одиночество взрослого, прожившего жизнь, страшно, но объяснимо. Оно может вытекать из этой самой жизни, быть следствием его собственных ошибок и эгоизма. Одиночество ребенка в тысячу раз страшнее одиночества взрослого человека. Дети не должны быть одиноки, иначе они никогда не будут счастливы в жизни. Я не обвиняю родителей ни в чем. Жили как могли и считали правильным. Но именно детское одиночество в семье предопределило отсутствие семьи у меня потом. Вокруг меня много людей, но после смерти Павла Леонидовны Вульф, которая заменила мне мать во взрослой уже жизни, я осталась одна, совсем одна. А сейчас, когда пережила уже почти всех, кому интересна моя жизнь, моя внутренняя жизнь, рядом только Нина Сухоцкая, особенно одинока. Одна в толпе, это еще тяжелее, чем смотрителем на маяке на далеком острове. Я чувствовала, даже понимала, что меня не любят. Удивительно, но воспринимала это как данность. Не пыталась стать такой, какой требовалась, заискивать или добиваться любви. Просто знала, что не любит. Что лучше быть странной, потому что не как все. Или одинаковы со всеми. Имя Фаина, по-еврейски фейга, значит птица. Мне дал отец. Надеялся, что я полечу. Полетела. Да только не туда, куда он желал. Отец считал мою страсть к актерству и выступлением блажью, если не дурью. И очень расстраивался из откровенных неуспехов в гимназии. Это очень и очень трудно ежедневно видеть, что ты не соответствуешь ожиданиям. Особенно, когда старшая сестра им соответствует в полной мере. Белла – умница и красавица. Фаина – некрасивая бездарь. Желание кривляться способностями не считалось. Скорее наоборот, почти позором. Пожалейте человека, заберите из гимназии. Гимназия была не просто повинностью, а самым ненавистным местом на земле. Училась плохо, потому что вычислять выгоду купцов, которые покупали товарь по одной цене, а продавали по другой, казалось почти преступлением. Выгода меня не интересовала никогда, а в детстве особенно. Читать, читать и читать, запоем, все, что подворачивалось под руку, рыдать, если героев обижали, а потом получать выволочки или вообще розги за эти слезы. Я рано осознала, что впечатлительность наказуема, как и внешние проявления душевных переживаний. Замкнуться в себе? Я предпочитала лучше терпеть порку или долгое стояние в углу, но снова и снова рыдать над судьбами героев. К сожалению, книги дочитывались не всегда, вовсе не по моей вине, просто частью наказания за дурь было лишение той самой книги, что вызвало слезы. Позже я все это перечитала и снова поплакала. Сейчас подумалось, что это даже помогло мне полюбить хорошую литературу. Человеку всегда хочется того, что нельзя, и ценит он больше запретное, особенно в детстве. Удивительно, что моя впечатлительность и способность рыдать от одного слова не добавляли материнской любви. А ведь милка Рафаиловна особо весьма экзальтированная, способная безутешно рыдать от известия от смерти Чехова. Сама такая, а во мне этого не терпела. Вернее, старалась не замечать меня. Для отца я была просто бездарной лентяйкой. Из гимназии меня после моих рыданий забрали, зато пригласили домашних гувернанток для обучения. Что изменилось? Только дети перестали дразнить из-за заикания. Поступки алчных купцов понятнее не стали. Арифметика категорически не давалась, как и география. Представить себе, как далеко находится Париж или Швейцария, куда мы каждый год отправлялись летом, как выглядит на карте итальянский сапожок, где так и все. Так красиво я была не в состоянии. Почему нужно запоминать, как это выглядит на карте? Я лучше покажу, как работает веслом гондольер или корчит рожица мальчишка в Париже. Заикание тоже никуда не делось. Оно осталось со мной до конца жизни. Хотя я научилась делать этот дефект незаметным. Заикание бывает разным. Иной человек не может взять первую согласную, особенно твердую. Тогда общение превращается в сущее мучение. И для того, кто говорит, и для того, кто слушает. П-п-п-п и гадай, что хочет сказать, то ли привет, то ли пошел. У меня иное. Я всегда тормозила на гласных. Скажу не п-п-п, а па-жало-ста. Это легче переносить и скрыть тоже. Заикание похоже на вздох. Или зевок не к месту. Хотя тоже мешает. У сестры были гимназические приятели, один из которых, на мой тогдашний взгляд, гениально читал стихи. Гениально для меня тогда означало, что от избытка чувств он завоевал, размахивал руками и даже с криком рвал на себе волосы. Вот это искусство, вот это страсти! Шекспиру не снилось такое исполнение. Хотя юнец читал вовсе не Отелла или Гамлета, а белое покрывало Морица Гартмана. Произведение хорошее, но к чему в нем было рвать волосы, топать ногами или биться головой о подлокотник кресла, уж и не знаю. Но это впечатляло, тем более такую экзальтированную дурочку, как я. Оставалось только вздыхать, потому что за собственные завывания и крики я получала вместо аплодисментов выволочки. Провинциальные города России начала XX века – это особый культурный мир. Он еще весь насквозь пропитан веком XIX. Многие города России имели великолепные театральные труппы, достойные лучших подмостков мира. У Тихого, как его называл Чехов, пустого таганрога, был свой театрик, на спектаклях которого я проливала слезы. А еще была любовь к музыке. В каждом приличном доме пианино. Пусть расстроенный, на котором дети бренчали обязательный бравурный репертуар, но были и весьма серьезно музыцирующие. По выходным вчерашние серьезные деловые люди могли собраться, чтобы поиграть дуэтом или квартетом. Помню великолепный концерт Скрябина. Именно он окунул мою душу в музыку. Настоящую музыку, где не нужно завывать или заламывать руки, чтобы выразить свои чувства. А вот опера меня пугала. Ну как, можно вонзать кому-то в грудь кинжал и петь при этом? Это неправильно, это фальшиво. Я не раз говорила, что мое детство закончилось в тот день, когда я увидела маму, рыдающую на сообщение о смерти Чехова.